приехали мы на наш дом под последним роликом просто миллион вопросов поэтому это видео я буду отвечать и рассказывать про дом который стоит 56 тысяч евро выглядит красавчик вот так значит смотрите он не всегда выглядит так просто этот клиент пожелал чтобы он выглядел вот так у нас фальцевая крыша у нас мы можем здесь видеть вентилируемый фасад плюс дерево сразу отвечая на вопрос он может например быть весь вот такого цвета или весь такого цвета или весь обклеенный там он может быть абсолютно любой какой вы хотите единственное вы должны понимать что это шведская технология понимаете как шведы строят и перри ориентироваться и делать как делают в латвии вот это вот единственное что займет время это классический шведский дом сейчас давай посмотрим что у него с фундаментом и нужно ли разрешение в этом-то и фишка почему домик такой дешевый смотри ребят дом у нас стоит на сваях видим свая до смотрим сваечки количество свай по поводу того какой глубины свои какое количество это надо смотреть геологию того места где мы его будем ставить это не каждый раз одинаково в зависимости от того какой участок какая геология соответственно столько количество свай и ставится следующий вопрос я не хочу вот этого пустого пространства что бегали мыши там крыс и так далее это задавали вопрос вот про эту часть вот сюда если вниз посмотришь вставляется просто планочка если хочешь цокольная группа и он может быть как с миниорит им уже готовые покрашены самые дешевые как хочешь можем сделать кирпичами или как угодно это пожелание клиента если есть такое желание давай сделаем но очень часто сюда делают под уклон отмостку и брусчатку и это вот эта вот часть вентилируемого дома если кого-то это бесит я сказал что можно сделать по-другому смотрим на домик это такой опять же дизайн скандинавский если здесь вентиляции до вентиляции здесь есть эти должен понимать что дом пятьдесят шесть тысяч который все входит да у его все таки цель чтобы он был доступный здесь не идея сделать какой-то супер пупер дом давайте тогда его сделаем ну за сто тысяч или за двести тысяч тогда это будет дом мы строим самый дорогой дом за 2 миллиона нет проблем опыта хватает идея просто сделать его максимально комфортным за доступные деньги понимаешь чтобы это не был сарай чтобы это не был строительный вагончик чтобы ты был реальный дом в котором хочется жить в котором не стыдно гостей пригласить вот идея такая здесь все абсолютно по классике окно как мы можем видеть не дешевые смотрим на огромное большое окно сюда у нас будет заходить террасная доска вот эту часть и здесь такой момент в комплект этого дома еще идет 25 квадратных метров террасы но деревянные не композитный и в идее хотелось бы чтобы было сорок пять квадратов может быть но в комплекте в эту сумму что назвал идет 25 квадратов заходим в этот дом чем он хорош тем что есть здесь второй свет то есть вот эта вот . идея какая когда я стою здесь ни хера себе дешевый дом за 56 тысяч там высота посмотри какая как у полноценного дома со вторым светом и вот это вот огромное просто окно просто нереально панорамное окно то есть в этой идее ставится паркет чтобы ты понимал это красное дерево красное дерево и мы ставим паркет из красного дерева и под это же дерево тонируем террасу и у тебя получается что у тебя дом уходит далеко за предел то есть идея стиля минимализма она такова что у тебя как будто бы маленький дом но опять же что его делает из сарай и строительные будки вот смотри если встать вот сюда вот и стоишь вот здесь вот этот сарай настоящий сарай а если ты стоишь в то ты понимаешь что здесь эти огромное окно здесь эти огромное окно здесь эти огромное окно боишься что тебя увидят соседи нажимаем на жалюзи они опускаются никаких проблем нету но когда я стою здесь я вижу что мне просто ни хера себе вы смотрю на строительные леса заканчиваются, а там у нас еще 3 метра высоты. Он нереально высокий, просто нереально. То есть много света, много дышится. Красим все флюгером, краской, все одним цветом. Для того, чтобы воздушность придать, чтобы ты сидел здесь на диване и у тебя не было ощущения, что ты находишься в сарае, либо в строительной бусине. Когда ты сидишь здесь, он просто ни хера себе высокий. И в любом случае ты время проводишь в основном на террасе. Если терраса хорошо сделана, а мы умеем хорошо делать террасы, то в основном ты будешь проводить свое время на террасе, кайфовать. А сюда будешь заходить, когда мороз, либо дождь. Забегаем в спальню. Со спальней все та же самая история. Спальня, она просто пипец какая здоровая. Высота потолков под трешку, видишь, да? В спальне. Теперь смотрим сюда. Здесь у нас кроват, две кроватные тумбочки и самая офигенная фишка, как обычно. Ты лежишь вот здесь вот на кровати и у тебя просто нереальный пропорциональный окно. То есть смотри, если у нас кровать будет примерно где пылесос, то сюда американский матрас кидаешь и у тебя уровень кровати будет с уровнем окна. И когда твоя голова здесь лежит, ты видишь просто нереальную картину. Вот. Вот твой вид с кровати. Посмотри. Кайфово? Теперь смотрим сюда. Высота потолков трешка. Это просто нереально. Вентиляция. У этой вентиляции есть такая фишка. Чтобы ты понимал, это не рекуператор. Это обычная дешевая вентиляция, вот эта труба. Но у скандинавов есть такой прикол. Как только на улице минус пять, она автоматически закрывается для того, чтобы экономить тепло в доме. И вентиляция в холод не работает. А как только становится более-менее тепло, то есть там минус три, минус два, она автоматически открывается без электричества. Вот такова система. Поэтому зимой мы обычно говорим о термосогреве, об экономии тепла и всего такого. А вот тогда, когда нужен здесь воздух, тогда он автоматически включается без какой-то электронной системы. То есть дом за 56 тысяч подозревает, что ты в месяц за него будешь отдавать не больше, чем 120-130 евро с отоплением горячей воды, электричеством и бла-бла-бла-бла-бла и все такое. Понимаешь? То есть если ты живешь в экономии, то вот так вот. Для кого этот хорош дом? Ну, в первую очередь это бизнес. То есть если у тебя есть прекрасное место, и ты хочешь создать отель, мы на вход сюда вставляем замок электронный, подключаем систему умного дома, и ты с телефона можешь управлять этим домом. и сдавать этот дом в аренду. Там за 100 евро, за 80 евро в сутки никаких проблем. Если ты где-то живешь, а, это либо какое-то озеро-море, б, это какой-то замок, историческое место для сопримечательностей, где проходят фестивали, и ц, просто банально на трассе. Трасса проезжает, эстонцы в Германию едут, они проехали 6 часов, им надо где-то переночевать, пожалуйста. Это бизнес. То есть этот дом может окупиться достаточно быстро, где-то за 5 лет я прикидывал, он окупается 4-5 лет в зависимости от ситуации. И дальше это чистый доход. Второй момент. Это дом для первой семьи. То есть молодая пара образовалась, у них максимум один ребенок. Я про это серию говорю, за 56 тысяч евро, пожалуйста, у вас шикарный дом. То есть для одной семьи, вот, если вы вообще один живете, ну это просто хором, это не дом, он просто охеренный. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Продолжение следует...